Песня как интернациональный язык. В субботу в 44-й гимназии прошел областной конкурс исполнителей «Музыкальная мозаика». Участники могут выбрать любые музыкальные жанры, неограниченные во времени и стиле исполнения. Обязательное условие одно – песня должна быть на иностранном языке. «Музыка» Сегодня у нас было заявлено 46, но, к сожалению, видимо, идет эпидемия уже, поэтому шестеро не смогли до нас добраться. 40 участников сегодня принимают в конкурсе по двум возрастным категориям – 11, 14 и 15, 18 лет. География широкая, естественно, город Иваново, Заволжск, Приволжск, Родники, Калиновская школа. Выступление ребят оценивает профессиональное жюри. У каждого из судей своя задача. Преподаватель бизнес-школы оценивает грамотность произношения. Артисты Ивановской филармонии отвечают за вокальную составляющую. Интересный голос, вообще материал голосовой ребенка. Его именно вокальная уже подготовка дыхания, тембр голоса, владение голосом песни. Ребенок должен понимать, что он поет. То есть, если это достаточно, он в своем материале, как говорится, плавает, он свободен в своем материале, значит, он понимает, о чем песня, что он поет. И это тоже, все это сразу видно, все это оценивается. То есть, критерий очень много. Это конкурс, и мы к этому относимся очень серьезно. Субтитры делал DimaTorzok Исполнить песню на иностранном языке намного сложнее, чем на родном. И дело не только в понимании и произношении. Основная задача вокалистов своим выступлением – передать суть песни даже тем, кто не знает языка. Я считаю, что независимо, на каком языке исполняется песня, можно все передать эмоциями, и тогда все станет понятно. Большинство участников конкурса выбрали традиционный английский язык. Он и в понимании проще, и чаще на слуху. Но есть и вокалисты, не ищущие легких путей. Исполнители, удивившие жюри песнями на итальянском, японском и даже чешском. Ну и, конечно, на языке, который сам по себе звучит как музыка – французском. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.